Всем привет! Деньги нужны всем и всегда, поэтому многие ищут работу, и желательно, чтобы эта работа была еще и высокооплачиваемой. Но, к сожалению, далеко не все объявления по поиску работы являются настоящими. Некоторые из них не более чем замануха от мошенников. И сегодня я хотел бы разобрать разнообразные фальшивые вакансии и профессии в целом. Но основной упор я все же хотел бы сделать на фальшивую вакансию трейдера. В общем, меня зовут Дмитрий Костин, и мы начинаем. Ну а прежде чем начать, я хотел бы поблагодарить подписчиков моего Бусти-канала. Ребята, спасибо вам огромное за поддержку. И если вы также хотели бы поддержать мой канал, а также получить доступ к эксклюзивным роликам и прочие интересные плюшки, то можете также стать моим бустером. Ссылку я оставлю в описании. Ну а теперь переходим к теме ролика. В основном фальшивые вакансии можно встретить на самых обычных сайтах по поиску работы, а также досках объявлений, сайте Авито-работы и прочих платформах. И давайте я расскажу про несколько таких вакансий. Начать я хотел бы с популярной ныне профессии WhatsApp-менеджера. Ну или менеджер ВК, Телеграм и даже Вайлдберрис. Название социальной сети или мессенджера не важно, так как суть все равно одна. Объявление о вакансии WhatsApp-менеджер можно встретить нередко на просторах интернета. Работа не пыльная, сиди себе и отвечай на сообщения в мессенджерах по шаблону. А за это получай свою пару-тройку тысяч рублей в день при занятости 2-3 часа. По крайней мере, именно так написано в объявлении. Ну а в принципе, почему бы и нет? Вот только проблема состоит в том, что когда вы откликнетесь на вакансию, вам нужно будет побеседовать с какой-то незнакомкой, ну или незнакомцем. И в ходе разговора выяснится, что для того, чтобы начать работать, нужно заплатить. Да, заплатить нужно всего лишь пару сотен рублей, но все же нужно заплатить. Но для чего? Да для того, чтобы получить доступ к какой-то якобы закрытной секретной платформе, а также получить возможность продавать доступ к этой самой закрытой платформе. То есть вы сами должны будете стать лохотронщиком и будете продавать воздух другим наивным соискателям. Идея, ну, просто охренительная. Хотя, может быть, я что-то не понимаю, и может быть, та самая секретная платформа действительно полезная? Да, конечно же нет. На самом деле, эта замечательная секретная платформа всего лишь сайт по накрутке социальных сигналов. То есть обычный сервис накрутки в социальных сетях накрутка.ком. И за то, чтобы вам дали секретную ссылку на этот самый сервис накрутки, вы должны будете заплатить деньги. А работы как не было, так и нет. Крутитесь, как хотите. То есть создавайте такие же объявления, раскидывайте их на авиторабота в социальных сетях и прочих сервисах. Ну а дальше общайтесь с любителями халявы и немамонтами, и продавайте им точно такой же доступ с реферальной ссылкой на сервис накрутка.ком. Продали воздух 10 простачкам, вот и ваши 2-3 тысячи рублей в день. А заодно будете получать реферальные отчисления с сервиса накрутка.ком. Но, естественно, это все сарказм, и я никому не рекомендую переводить деньги подобным людям. И вообще забудьте про эту гребаную профессию. Главное, помните, что как только с вас потребуют деньги за то, чтобы вы могли работать, следует просто прекратить общение с таким работодателем. А можно просто послать его в стиле знаменитой Натальи морской пехоты. Кстати, пошел нахуй! Старая, но по сей день актуальная профессия, это, конечно же, наборщик текста. Суть проста. Некое, как бы, издательство ищет удаленных наборщиков текста, которые будут перепечатывать текст со сканов и фото. Работа не пыльная, платят неплохо, а именно от 2 до 5 тысяч рублей за смену. По крайней мере, так говорится в объявлении. Но бедное издательство уже не раз натыкалось на мошенников, поэтому, чтобы обезопасить себя, а также чтобы вы могли доказать свои честные намерения, они попросят оплатить им пару листов в качестве залога. Да-да, то есть вы платите за пару сканов, они отправляют их вам, вы выполняете работу и отправляете вордовские документы с перепечатанным текстом. Работодатели отдают вам залог, платят сверху за эти пару страниц, а затем вы заключаете договор, беретесь за полноценную работу и уже без всяких залогов. Звучит, конечно, круто, но, как вы сами понимаете, это очередной звездеж. Но что в этой схеме не так? Да не так в этой схеме абсолютно все, а если быть точнее, то вы просто не получите назад свой залог. После оплаты пробных страниц вас просто поставят в игнор и даже пробных страниц не вышлют. Сейчас, кстати, мошенники стали умнее и даже пишут про полный рабочий день, график 5.2 и так далее. Но в разговоре с работодателем окажется, что нужно отправлять залог, выполнить тестовое задание, ну и все в этом духе. Естественно, своих денег вы больше не увидите, да и сами не заработаете. Еще одна заноза в заднице, это, конечно же, MLM. MLMщики оставили немало людей в полной... В общем, в очень сложной ситуации. Кредит уже предлагали на Бигзуме. То есть, топ-расказ, там, вот все отмазываются, там, нету, мол, денег. Да у вас, когда тяжелая ситуация в жизни случится, вы ее сразу найдете. А тут, чтобы устроить свою жизнь, вы не можете найти этих долбанных 250 тысяч. И тут я подумала, ну, вот еще тогда на Бигзуме, действительно, мол, ну, прижмет, найдем же деньги. Завлекательные заголовки, уговоры, давление на психику и на слабые точки, рассказы об успешном успехе и о том, что все, кто против, просто завидуют. Мы с тобой не знакомы, но ты не представляешь, на самом деле, насколько тебе повезло, потому что я готова сейчас с тобой поделиться, ахренеть, какой информацией, от которой ты реально будешь шоким. Но есть одно условие, тебе нужно хотеть зарабатывать просто офигенные деньги. И вообще, ищу парочку адекватных, амбициозных людей. Вот знаешь, таких людей, которые реально готовы зарабатывать. И вообще, думаю, то, что написав именно тебе, я не ошиблась с выбором, и ты именно такой человек. Какие перышки, какой носок. Неверно ангельский бы должен голосок. Или, может быть, я ошибаюсь, и вообще не права. Ну, вообще, давай с тобой познакомимся, расскажи о себе, чем ты вообще занимаешься, как тебя зовут, сколько лет. Я сейчас в Екатеринбурге, но сама я из ЛНД, как я уже говорила. И учусь я на филолога, точнее, училась, это учитель русской литературы. Но всегда мечтала о комфортной жизни, поэтому, когда я узнала о бизнесе, я поняла, что перспективы учителя, зарплата 17-20 тысяч, меня не устраивает. Поэтому я решила очиститься, тоже вообще. Я работала уже, бросила работу, и вот сейчас, на самом деле, не жалею, что приняла такое радикальное решение. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но самое главное, она продолжала вербовать несовершеннолетнего парня, который указал, что ему 17 лет. Прекрасно осознавая, что, скорее всего, денег у него не будет. По крайней мере, тысячи евро, на которые все наставники разводят своих рефералов. А давай так вообще поступим. Я тебе отправлю двухчасовую видеопрезентацию, ты ее внимательно от начала до конца посмотришь, и мы с тобой потом спишемся. Но вообще, ты должен понимать, что весь этот рутый гриш, он проходит прямо сейчас. Просто сейчас действует ряд преимуществ, с помощью которых ты можешь заработать первый же месяц 70-80 тысяч, а то и больше. Вообще, я тебе дам еще парочку рекомендаций. То есть, презентацию нужно смотреть реально внимательно. Не перелистывать, не перематывать. Ну, то есть, ты же понимаешь, что что очень много информации, и если ты что-то упустишь, то уже потом тебе будет сложно разобраться. В общем, не мне вам рассказывать про QNET, Tenshi, NL, SweetTips. Про эти конторы знает наверняка каждый, ну или подавляющее большинство из вас. Каждый из этих сетевух работает по своей схеме, но суть примерно одна. Вас заманивают туда с помощью обещаний. Причем во многих случаях это делают ваши же друзья, родные и близкие, которым уже капитально промыли мозги. То же самое они хотят сделать и с вашими мозгами. Но для чего? Чтобы сделать вас богатыми и счастливыми? Ну да, очень смешно. Просто им нужно отбивать свои деньги и закрывать взятые кредиты. То есть, когда вы попали на крючок, друг вам говорит, что нужно купить товар этой фирмы, чтобы войти в бизнес. Но товар этот, как правило, неликвидный. То есть, в повседневной жизни он как бы нахрен никому не нужен. Но купить товар вам все равно придется, чтобы вы могли сами открыть свой якобы бизнес и впаривать этот товар другим. То есть, вербовать их в ту же самую контору и уговаривать стать независимым представителем. А если денег на товар нет, то вам будут капать на мозг, чтобы вы взяли кредит. Сетевики, пусть и не все, но, как правило, в большинстве своем сами закредитованы. Поэтому они и ищут, кого бы ободрать, чтобы отбить свой кредит. Ведь за каждого проведенного человека они получат свой процент. Ты не брала кредит никогда? Не, вообще никогда. Давай, ты Сбербанком пользуешься? В Сбербанке вообще никогда не хочу, потому что я знаю, я училась на экономическом, знаю, что какие-то проценты бешены. Нету, там процент нормальный. Сейчас мы посмотрим, а ты сама решишь, надо или не надо. Мне очень обязательно нужно брать полную сумму. Потому что я не хочу брать много. Потому что, опять же, я боюсь рисков и так далее. О, 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 классиком. Мы не смотрим на процент. Я когда брала в стиле, мне одобрили, мне было все равно процент. Главное, что одобрили. Мы берем, допустим, на 5 лет. Мы оплачиваем же раньше. Но знаете, в чем еще прикол? Сетевики вербуют не только своих друзей и родственников. Многие сетевики вербуют массово незнакомых людей. Просто не сразу, а тихо и аккуратно. Все начинается с простого объявления о работе, мол, требуется помощник администратора, бухгалтер, директор, грузчик, системный администратор, оператор заявок, документовод архива и так далее. Люди звонят по указанному номеру и их приглашают на собеседование. И все эти люди, от директора до грузчика, встречаются в одном помещении. Соискатели рассаживают в актовом зале и начинают рассказывать про работу, бизнес, деньги, финансовую независимость и, конечно же, успех. Но с людьми они не общаются. В основном говорят сами, а от вопросов про объявления и вакансии они уворачиваются словно нео из матрицы. Далее они приглашают всех на второе собеседование и опять несут чушь про бизнес и успех. А затем наступает очередь третьей лекции. Естественно, некоторые туда уже не придут, потому что поймут, что их заманивают во что-то нехорошее. Зато те, кто пришел, уже прогреты, и их мозги готовы впитывать информацию про успешный успех, сетевой бизнес и прочую чушь. В результате люди ссорятся с друзьями, берут кредиты на 100-500 тысяч рублей, пытаются найти других наивных соискателей и так далее. А заработать денег при этом просто не получается. Ну а теперь перейдем к самому интересному. Наверняка многие из вас хотели бы стать трейдерами, так как на этом деле можно поднимать весьма приличную сумму денег. Но из-за отсутствия знаний и опыта многие просто боятся пробовать себя в этом деле. Зато на различных сайтах по поиску работы можно найти вакансии трейдера без опыта. То есть вас обучают торговле на валютных биржах, а вы должны будете проводить все операции. Обучение как бы бесплатное, да и торговать вам нужно будет чужими средствами, а не своими. Ну и тогда возникает вопрос, почему бы и нет? Да потому что с большой долей вероятности вас просто хотят напарить и сделать из вас не мамонта. Давайте рассмотрим подробнее. Я думаю, что не нужно говорить о том, кто такие трейдеры. Хотя если вам интересно, я оставлю ссылочку на свою статью. Но если говорить простыми словами, то трейдер занимается покупкой валюты или ценных бумаг по одной цене и последующей продажей после того, как цена на это вырастет. Разница между курсами и будет прибылью трейдера. Теперь перейдем к сути. На просторах интернета можно найти немало вакансий трейдера без опыта работы, где вас обучат торговать на бирже. А затем вы будете зарабатывать сами от 80 до 350 тысяч рублей ежемесячно. Большие деньги, отсутствие опыта и бесплатное обучение это триггер для большого количества людей. Поэтому нельзя упускать такой лакомый кусочек. Если вы думаете, что данная вакансия это классическая кидалово, где вы переводите деньги через интернет, а потом вас просто игнорируют, то вы ошибаетесь. На самом деле все гораздо сложнее, так как вас действительно приглашают на реальное собеседование в какой-нибудь бизнес-центр. Многие мошенники даже обустраиваются в одном из зданий Москва-Сити, что автоматически повышает к ним доверие. Вам выписывают пропуск и вы проходите в нужный кабинет, где вам будут вешать лапшу на уши о том, какая это мощная компания и что они на рынке уже много лет, а также, что их партнерами являются крупнейшие зарубежные брокеры. Которые, правда, скорее всего являются мошенническими. Во время такого собеседования к вам будут втираться в доверие, улыбаться и рассказывать об основных доходах. В общем, все по классике. Но здесь вам даже покажут компьютеры с торговыми терминалами, чтобы у вас вообще отпали все сомнения. Ну а дальше начинается самое интересное. Несмотря на то, что вам изначально обещают, что вы будете торговать чужими средствами, то есть деньгами инвесторов, ваше вложение тоже понадобится. Вас попросят пополнить баланс на определенную сумму денег, например, на 1000 долларов, что будет являться залоговой суммой. И в этом, собственно, и есть весь подвох. Вы заливаете на баланс неизвестного вам брокера свои кровные деньги и в итоге сливаете эти самые деньги. А если вы скажете, что у вас нет таких денег, то вам с улыбкой на лице скажут, что правильно, чтобы вы взяли кредит. А потом, как вы понимаете, вам придется выплачивать этот кредит просто так, потому что в любом случае вы не заработаете денег. Но на самом деле это даже далеко не единственная схема развода. Помимо вакансий трейдера можно встретить, например, вакансию составителя отчетов. Некая компания ООО «Консультант», не путать с правовой базой, которая находилась опять же в одном из зданий Москва-Сити, предлагала вакансию на должность составителя отчетов. Но сначала вам нужно будет пройти обучение. И на самом обучении вам будут рассказывать о том, как многие люди хотят инвестировать деньги, но не хотят торговать сами. И именно для них и нужно будет составлять отчеты. За каждый созданный отчет обещали 700 рублей. Причем сотрудники уверяли, что вкладывать ничего не нужно, а обучение будет полностью бесплатно. Что, конечно же, и подкупало наивных соискателей. Правда, как говорят пострадавшие, никакого обучения по составлению отчетов не было. Наставники просто показывали, как торговать на Форексе. То есть самые азы и основные правила. И эти самые наставники вешали лапшу на уши о том, сколько можно заработать и как сделать себя обеспеченным человеком благодаря трейдингу. Ну а в последний день обучения наставник говорит, что есть выгодное предложение и что фирма готова взять вас на сопровождение. Правда, для этого нужно будет пополнить депозит в личном кабинете, опять же, на 1000 долларов. Ну а если таких денег нет, то вы всегда можете взять кредит. Ну а дальше вы уже, конечно же, сами понимаете. Причем, ладно, если вы смекнете и уйдете. Но ведь некоторые наставники начинают психологически давить на человека, буквально зажимая в угол и раскручивая на деньги. Нет, конечно же, они не выбивают деньги, как гопники, а просто настоятельно просят взять кредит и пополнить депозит. Такой же деятельностью занимается и некая компания ООО «Гольфстрим», которая, опять же, располагается в одном из зданий Москва-Сити. Суть такая же. Соискатели заманивают на непыльную работу каким-нибудь специалистам отдела мониторинга или помощникам аналитика с зарплатой от 70 до 100 тысяч рублей. Причем, опять же, без опыта работы. Но потом выясняется, что они также просто хотят поиметь с вас денег. Конкретно, они просят пополнить депозит у лже-брокера. Но, естественно, после пополнения баланса своих денег вы уже не увидите. Ну а если вы будете расспрашивать их подробнее о компании, ее деятельности и наличии документов, то с вами просто перестают общаться и даже закидывают в черный список. Какими бы схемами вас не заманивали, главное уловить общую суть, чтобы не попасться на этих трейдер-мошенников. Во-первых, вакансии могут называться по-разному. Трейдер, помощник трейдера, аналитик, помощник аналитика, составитель отчетов и так далее. Деньги за такую работу обещают большие, опыта не требуется, обучение бесплатное и вложение денег с вас также не потребуется. По крайней мере, именно так пишут в объявлениях. Но на самом деле это просто замануха. Во-вторых, вас пригласят в офис на собеседование, расскажут об основных доходах и даже покажут, как работать с торговыми терминалами. А именно научат открывать и закрывать сделки. Это создаст иллюзию реальности работы, но на самом деле это всего лишь наживка для доверчивых соискателей. В-третьих, когда вас обработают, откроется страшная правда, что вам нужно пополнить депозит. Ну а если денег нет, то выдержитесь, то есть просто возьмите кредит. Помните, трейдингу нельзя обучиться за неделю. Это как игра в шахматы. Можно изучить все правила за один день, но гроссмейстером вы не станете. В интернете можно найти полно отзывов о подобных фальшивых вакансиях. Все соискатели жалуются на то, что с них выманивают деньги, хотя изначально говорили о том, что никаких вложений не потребуется. Ну а что касается обучения, то вас максимум научит просто каким-то азам. Но в суть вас, конечно же, не погрузят. Конечно же, я могу ошибаться, и далеко не все вакансии трейдера без опыта являются мошенническими. Но на моей практике я сталкивался только с мошенническими конторами, цель которых состоит в том, чтобы выманить деньги и развести на кредиты. И если с вас потребуют вложить собственные деньги для того, чтобы работать, то бегите из этой конторы со всех ног. Подобных фальшивых вакансий можно встретить очень много. Я рассказал лишь про те, которые попадались мне чаще всего. Ну и напоследок несколько простых способов, как распознать мошенническую вакансию. Если для устройства на работу просят заплатить страховой, вступительный или прочий взнос, значит вас, скорее всего, хотят напарить. Если работодатели отказываются идти на личные контакты, предпочитают переписки в мессенджерах, значит здесь явно что-то не так. Покупка товара для вступления в тот или иной проект – это, скорее всего, сетевой маркетинг. В большинстве случаев эти компании продают неликвидные товары, и их цель – это набор новых адептов, которые будут покупать и продавать ненужные товары. Большая зарплата, маленькая занятость и отсутствие опыта работы тоже свидетельствуют о том, что никакой работой здесь даже и не пахнет. Ну а я еще раз хотел бы поблагодарить всех своих подписчиков на Boosty, а в особенности Сергея Долбанова и Сергея Алешина. Ребята, спасибо вам огромное за поддержку. Вы лучшие. Ну а на этом у меня все. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выхода новых роликов. Все полезные ссылки в описании. Спасибо за просмотр. Пока.